Дорогие друзья, Минские соглашения закреплены и утверждены резолюцией ООН в том числе. Более того, были даны совершенно четкие, понятные рекомендации, в том числе и для украинской власти, как надо действовать. И все это было как раз в духе пунктов Минских соглашений. Поэтому я, честно говоря, никакой альтернативной стратегии и концепции не вижу и не верю в нее, поскольку мы понимаем, что этот сложный документ рождался в муках, был ратифицирован или подписан представителями европейских государств, утверждена ООН. И все, наверное, чиновники мира, все представители всех государств сказали, что альтернативы Минским и мирному пути урегулирования конфликта не существует. Что могут предложить? Думаю, ничего конкретного предложено быть не может. Совершенно точно так же понятно, что границу до выборов никто не отдаст. После всех многократных заявлений о том, что будут фильтрационные лагеря, что все будут отвечать, несмотря на тот же закон об амнистии, который прописан в Минских соглашениях. То есть понятно, что никто эту территорию сдавать не будет. Я имею в виду не сами жители неподконтрольной территории, не Российская Федерация, поскольку они бы туда не заходили условно или не помогали бы неподконтрольным республикам. Если бы так легко согласны были с этим. Логика конфликта определяется именно так, и это понятно, это логично. Вот есть требования, если вы не согласны, ну извините, никакой границы. Алексей Резников, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе, заявил, цитирую, думал Россия устроит демарш из-за переселенцев, но нет, идет диалог. И ранее пояснялось, что привлечение представителей Ордло происходит с целью реализации положения комплекса мер по выполнению Минска, в частности 9 пункта и 11 с 12, которые предусмотрены проведению консультаций именно с представителями отдельных районов Донецка и Луганска. Вот тут, вспоминая переселенцев, то есть мы, опять же, наблюдаем подмену понятий. То есть мы можем, журналистов или любых других людей, нам же обещали, да, учителей, врачей, по сути, видим, подмена понятия в чем? Это проукраинская позиция. Казанский там был на Майдане, он постоянно негативно описывает. Я думаю, что Майдан это проукраинская позиция. Ну, так или иначе. Или тупое попирание Минских соглашений в течение 6 лет это проукраинская позиция. Друзья, смотрите, это политика, невыполнение Минских, спора, что раньше, граница или проведение выборов, мы ее наблюдали в исполнении Порошенко 5 лет. Донбасс не нужен Российской Федерации. Я думаю, что это понимает и жители неподконтрольных территорий, и жители материковой Украины по одной простой причине. Если бы они хотели его забрать, они бы его забрали так же, как и Крым. Ведь там точно так же проходил референдум. По его итогам можно было присоединить эту территорию. Но если Российская Федерация этого не сделала, то и перспективы нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что как раз украинская сторона все эти 5 лет пытается саботировать продвижение по Минским соглашениям. И то, что сейчас вводят этих блогеров, это дальнейший саботаж. Потому что власть не заинтересована в возвращении в лоно Украины 5 миллионов голосов, которые эту власть никогда не поддерживают. Сейчас важно разобраться, какая власть, потому что появилась версия. А чем отличается Зеленский от Порошенко? Вот я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Я думаю, что уже ответ очевиден.